Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. В Сургуте обсудили вопрос строительства парковок у медицинских учреждений. Власти города изыскивают возможность добавить места для стоянки транспорта у окружного кардиодиспансера. Для этого откорректировали проект межевания в пятом микрорайоне. Документ направили на ознакомление депутатам. Об этом стало известно на заседании Комитета Думы города по социальной политике. Сложная ситуация у второй поликлиники на проспекте Комсомольском. Там добавить паркинг можно только в одном случае – демонтировав старые капитальные гаражи на территории медучреждения. Нюанс в том, что недвижимость и участок находятся на балансе департамента имущества Югры. Главный врач поликлиники направила запрос о выделении денег на снос построек. Лишь после этого землю смогут передать городу. Все зависит от того, как быстро предусмотрен денежный ассигнование, а не монтаж, потому что это все-таки будут окружные денежные средства и окружная реализация монтажа. Здесь немного более. Часть того, что у нас, если часто будут устроены, что мы несутые денежные средства, мы не сентябряемые средства, так же, как у нас было сделано, но возле центра. Просто того, как и раньше было, чтобы поездить, очень быстро. В этом году мы смотрели, что мы на следующий год уже реализовали. То есть он здесь делается нам. Губернатор Югры Наталья Комарова и глава Кузбасса Сергей Цивилев подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве субъектов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. Напомню, что такой документ уже был скреплен автографами глав регионов в 2019 году. Сейчас выстроили новый план взаимодействия. Президент России Владимир Путин дал поручение изучить вопрос строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Это планируемая стратегическая дорога длиной около 2000 километров. Она соединит железнодорожную сеть Югры с Байкало-Амурской магистралью. На встрече глав регионов проработали эту задачу. Сообщается также, что сотрудничество между ХМАО и Кузбассом пройдет по направлениям здравоохранения, образования и молодежной политики. К последнему субъекты отнесутся с особым вниманием. Представили уже соглашение подготовили. Отработали, на мой взгляд, включены те направления, которые влияют на развитие нашего региона Кузбасса. Вот тут еще подоспела поручение президента о проработке вопроса строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Сначала строки легли на бумагу. Житель Белого Яра сочнил песню «Крик души». Она о военных действиях на Донбассе. Александр Миленский написал стихотворение в 2019-м. И только в этом году строкам было суждено обрести музыкальное и видеосопровождение. Автору стихов помогли записать клип «Белоярцы». Поддержала в этом и председатель Совета предпринимателей городского поселения. Припев исполнил хоровой ансамбль детской школы искусств под руководством Майи Кугубаевой. Музыкального опыта у Александра нет. Мужчину побудило к созданию песни сопереживания события, происходившим на Донбассе и тогда, и сейчас. Югорчанин признается, что еще до начала специальной военной операции пошел в резервисты, но по состоянию здоровья не получил допуск. Поэтому старается всячески поддерживать бойцов СВО, а также население, воссоединенных с нашим государством территорий. В планах у автора песни «Крик души» — создать новое произведение. Но, как отмечает Белоярец, для работы над стихами ему нужна обратная связь от слушателей. Произведение можно найти на популярных видеохостингах. Потом пришла идея в голову, что, что бы сказали эти дети, которые погибли. И строчки стали идти сами с собой. Я стал слышать припев, который получился в песне. И тогда я уже помню, что получается песня. Пытался найти исполнителя. Но все-таки пришел к тому, что, как я слышал, уже никто не исполнил. Хотел этими стихами еще так же, чтобы услышали наши ребята, которые у нас сейчас стоят на страже нашей Родины. Стоматология «Акватория». Безопасное лечение. Лечение под наркозом и седацией. Все стоматологические исследования прямо в клинике. Гарантия приживления имплантов 99,8. Да, это то, что нужно. Стоматология «Акватория». Единственный в округе центр клинического мастерства компании «Нобель Биокейр», работающий по мировым стандартам. Стоматология «Акватория». Лечение и имплантация зубов полного цикла. Телеплюс. Провайдер то его города. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Радио Энерджи. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи. Это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободные от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире и большие турниры оффлайн. Выбери. Радио Энерджи. Энерджи. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова